Ну, превращаться в Китай, мне кажется, не имеет смысла и уже невозможно, когда ты... Китай никогда не был абсолютно свободным, демократичным таким государством, которому позволялось все высказывание. А нам однажды позволили в какие-то лихие 90-е, когда все разваливалось, сказали, вы можете говорить, думать, желать, ходить, как можете, как хотите. И после этого, когда ты глотнул свободу, уже очень трудно запихнуть обратно этот глоток свободы. Пытаются регулировать. Мне кажется, современное общество придумает себе способы высказываться и иметь свободный доступ к информации. В любом случае, придумаются новые девайцы. Мозги у нас есть, все привыкли, что это можно, а когда было можно, запретить очень сложно. До сих пор люди носят кружевные трусы, хотя продажа их запрещена. Я просто не понимаю ряд запретов, начиная от кружевных трусов, заканчивая хранением информации российских пользователей только внутри государства. Пусть думают, что они вечны, правительство, но они иногда бывают ошибаться, имеют свойства, и их можно переизбрать, надеюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!